Девушки отдыхают Устраивали торжества и поклонялись перед ними, надеясь на благосклонность богов. Идолы существовали во все времена и в каждом народе. И даже избранный народ не избежала эта участь. Народ увидел, что прошло уже много времени, а Моисей все не спускается с горы. Тогда люди собрались вокруг Аарона и сказали ему Моисей вывел нас из Египта, но мы не знаем, что с ним случилось. Поэтому сделай нам богов, чтобы они шли впереди и вели нас. Аарон сказал народу Принесите мне золотые серьги ваших жен. Аарон взял у народа золото и сделал из него статую тельца. Тогда народ воскликнул, вот боги твои Израиль, вот боги, которые вывели тебя из египетской земли. Увидев все это, Аарон соорудил перед тельцом алтарь. На следующий день люди встали очень рано, закололи животных, перенесли им жертву, а затем устроили буйное празднество. Господь в своем слове называет идолопоклонство грехом. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, говорит Бог-отец через пророка Моисея в книге Второзакония. Со временем люди стали искать единого Бога и отказываться от поклонения предметам и явлениям. Сын, ты когда будешь на Глорию собираться? Давай вылазь уже из своего компьютера. Да сейчас, мам, я босса завалю и начну собираться. Пять минут буквально. Давай, пять минут. Пять минут буквально. Так как же замочить этого босса? Все попробовал, ничего не помогает. Попробую в интернете найти. Так, это не то, не то. Вот, кажется, но вот тут и видос есть. Надо посмотреть, может поможет. Богдан, дружище, здорово, ну че там, как жизнь-то вообще? Привет, привет. Так с тобой давно не виделись. Нормально. Ну, расскажи-то, как сам вообще, что там смотришь? Да, так, ничего, игру одну играть. Ну, расскажи, ну, мне просто интересно. Так что ты пристал? Че, заняться нечем? Заколебался. Ну, привет. А ты что делаешь? Да я сегодня утром в Гамал Деглории пытался босса пройти. Мама зашла, мне помешала. Сейчас весь день сижу, пытаюсь гаде найти, как его пройти. Мне все мешают, все подходят, вечно что-то от меня хотят. Сейчас найду, как его пройти. Домой приду. Его залутаю. Уровень качну. И все будет идеально. Послушай, Богдан, качнуть тебе надо совсем другое, понимаешь? Качнуть тебе надо твоего духовного человека. И то, что ты делаешь, это называется идол. Тебе надо отказаться от него, отречься от него. Потому что оно не ведет тебя к Богу. И здесь сейчас хорошее время, когда ты можешь вместе с ребятами погрузиться в Слово Божие. И чтобы Бог прикоснулся к тебе. Поэтому тебе надо очень ответься от этого тельца и покаяться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушай, мне кажется, ты что-то недоговариваешь... Ну, блин, на самом деле я тут на ужин потеряла один... Ой, да, он... Прямо строчка за строчкой... Ты не представляешь... Вот было бы у нас такое вот прославление... Вот... Ты бы видел какие-нибудь там красивые... Как они там прекрасно одеваются... Вот просто... А у нас что? У нас какой-то... Просто тухляк... Просто скучно... Вот... Надо так же... Вот... Да... Прекрасно... Слушай, мне кажется, вот эта твоя группа, это твой идол... Сегодня... И ты поклоняешься им... Слушай, но выход из этой ситуации есть... Вспомни, о чем пастор Александр говорил на проповеди... Тебе нужно просто покаяться перед Богом и оставить своего идола... Давай вместе помолимся об этом... Пойдем обедать! Алина, стой! Что-то срочно, а то меня на кухне ждут... Да нет, просто я хотела узнать как-то... А то ты пробежала, даже не поздоровалась... Ты уверена, что ты хочешь сейчас это обсуждать? Меня на кухне ждут, мне служить надо! Ну, ладно... Доченька, все хорошо? Нормально, не отвлекай меня! Алина, ты что такая напряженная-то? Какая разница? Нам да картошку чистить, а не дела не интересоваться... Разве картошка важнее твоего состояния? Да, сначала служение, а потом уже все остальное... Так вот ты из-за чего с Машей-то поругалась, а? А я что, не права? Я служу, и она это прекрасно знает! Ну, ты смотри, ты служение ставишь выше людей... Вокруг тебя люди, разве ты не видишь? Вот когда Глория закончится, тогда и можно будет обо всем пообщаться... Так ты и сейчас вся в служении, и не видишь людей вокруг тебя... Кухня стала для тебя идолом... Которую ты поставила выше всех, выше людей, друзей, знакомых... Богу не нужно такое служение... Тебе нужно покаяться... Бог любит всех кругом... Всех... Он приводит нас на служение, чтобы мы через это показывали свою любовь к людям... А не уходили это с головой, не ставили выше всего... Служение людям... Служение это как служение Богу... А мы отрекаемся от него... Ставим себя выше всех... И... Мы не видим никого вокруг себя... Никому не нужно такое служение... Тебе надо покаяться... Покаяться... Да... Я хочу покаяться и отречься от своего идола... Это замечательно... Давай помолимся... Музыка... Ищем мы тех, кто от Бога далек... В свободе живем... Идите поем... Пронесли звук... Нет, да перед Машей покаяться... Замечательно... Молодец... розказ... Я Сына послал... Осенний свет... Вечно теперь Ты избавил нас всех! Ты от правы искал... Но нашел я лишь Тебя... Мой Бог, всегда, Тебе отдам все... Иисус живет от тебя, Жизволом не следим взянуть. В-а-а-а! Вау... Все, кто мы сейчас Все, все, все возьми Все, все, все возьми Ты сына послал На сердце с небес Отвечно теперь Ты избавил нас всех От правды искал Малыш, он лишь тебя Мой Бог, всегда тебя дам на все И суши нам опять тебя Чуть с Богом не следим за мы Валу, все, кто мы сейчас Все, все, все возьми Все, все, все возьми И суши нам опять тебя Чуть с Богом не следим за мы Валу, все, кто мы сейчас Все, все, все возьми Все, все, все возьми Можешь ты слепых глазах открыть Я бегу на свет огня Можешь только ты Спасти весь мир Чуть моя Можешь ты слепых глазах открыть Я бегу на свет огня Можешь только ты Спасти весь мир Можешь ты слепых глазах 거예요 Можешь мы с любых глазах открыть Я系列 Все, 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 все Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...